Небывалый урожай. В оранжерее дворца детского и юношеского творчества банан не только зацвел, но и дал плоды. Причем весьма обильные, почти два десятка. Правда, на растениях они выспить не успеют. Вся надземная часть после плодоношения начинает отмирать. И это неудивительно, ведь банан – гигантская трава. У него вот этот ствол, черешки листьев, а там в земле огромное гигантское корневище – картошка. И от этой картошки вырастают вот эти новые побеги. Дают плоды, отмирают в джунглях каждый год. А у нас за эти годы раз пять. Школа «Флорис», основателем которой и вырастили банан, появилась 30 лет назад. А растет он здесь уже на протяжении 25 лет. Причем в Иваново приехал из деревни Майдакова Пальхского района. Однажды я шла в деревню и увидела на подоконнике огромное растение, которое едва вымещалось в это маленькое окошечко. И я не знала это растение. Для меня было удивительно, потому что я знала уже очень много тогда растений. И я зашла в этот дом и спросила, что у вас это такое. Оказалось, это банан. Он уже у них не вмещался совершенно в этом доме, поэтому мы просто поменялись. Я дала им много-много растений всяких, а они мне дали вот этот вот бананчик. Он был тогда меньше метра в высоту. Сейчас в коллекции более 350 видов растений. И хотя страна северная, они цветут и плодоносят. В разное время года здесь можно встретить мандарины, инжир, лимон, апельсины и даже карликовый гранат. У нас много лет растет плодоносец кофейное дерево. Практически каждый год даже два урожая дает кофе. Все в красных плодиках, на него тоже приходит любоваться. Но мы не жарим кофейные зерна. Это нам неинтересно. Мы объедаем сладкую оболочку красную. Дети очень любят у нас это делать. У нее приятный вкус такого сладкого перчика с кофеином. А вот эти два зеленых семечка, которые находятся внутри каждого плодика, мы просто сажаем. В эту оранжерею дети приходят не только на экскурсию, но и чтобы учиться ухаживать за растениями. Здесь работают две студии – цветоводство и флористики. Занятия проходят бесплатно для всех желающих. Цветоводы изучают коллекцию живых растений и становятся по мере изучения этой коллекции настоящими специалистами по цветоводству. Они знают, как правильно выращивать растения, размножать, лечить и могут обучать этому других людей. А флористы сначала изучают работу с различными растительными материалами, живыми, неживыми, делают небольшие композиции, выставляют их на выставках. В ход юные флористы пускают разнообразные материалы – шишки, ветки, коров, засушенные цветы и травы. Из заготовленного за лето материала они создают интересные композиции. Ежегодно проходит несколько выставок. Сейчас ребята готовят работу для экспозиции «Мир в руках». Самые главные объекты на этой выставке – это бонсай и настольные ландшафты. То есть живые объекты, в которые мы вписываем еще декоративные элементы, созданные из растительных материалов сухих. Это домики, скамеечки, куклы, вылепленные из разных материалов или сшитые из тканей. И все это вместе с живым ландшафтом превращается в мир, который можно взять в руки. Поэтому выставка называется «Мир в руках». Никита Щербак для выставки делает фонтан. Это своего рода ноу-хау школы. В основе пластиковые бутылки, которые с помощью пенополистирола и цементной массы превратятся в две горы с водопадом. «Вот здесь будет небольшой бассейн, откуда будет набираться вот эту трубку. Вода и выливаться снаружи. Здесь будет небольшая пещерка. Вот здесь, вот здесь. И когда будет гора здесь, будут посажены растения». Чтобы завершить работу, у ребят остается меньше месяца. Открытие выставки запланировано на конец октября. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иванова.